Территория гостиницы Ваяж Саргун, она утопает просто вся в зелени, как выглядит номер категории стандарт, бунгало, гостиница Ваяж Саргун. Показываю вам пляж гостиницы Ваяж Саргун, вход в море. В четвертый раз турист посещает данную гостиницу не просто так, потрясающе красивая зеленая территория. Друзья, всем привет и в этом видео показываю вам гостиницу Ваяж Саргун, которая находится в регионе Сиде. Погнали! И пока мы идем смотреть номер, хочу сразу рассказать вам информацию по трансферу. В целом отель находится недалеко от аэропорта, всего 65 километров, но как правило во всех турах идут обычные групповые трансферы. Это большие автобусы, примерно на 30-50 человек и естественно по маршруту нужно будет делать много остановок, заезжать в различные отели, чтобы завести всех этих туристов. Поэтому, чтобы доехать в отель быстрее и избежать всех этих гастролей по другим отелям, лучше использовать либо индивидуальный трансфер, он будет подороже, потому что это будет отдельный автомобиль, либо экспресс-трансфер. Экспресс-трансфер будет по стоимости выходить примерно 35-50 евро и это будут, к примеру, такие автомобили, как Mercedes Vita и другие автомобили из этого класса. Так, друзья, я показываю вам номер категории, семейный номер категории бунгало, состоит из двух комнат, раздельных абсолютно комнат. Вот в одной комнате у нас кровать French Bed, телевизор, номер укомплектован тапочками. Здесь у нас вот такой балкон у нас. Смотрите, как все выглядит здесь. Балкон небольшой, но вполне достаточно размера, чтобы посидеть вот на таких вот креслах. Смотрите, какой у нас вид из балкона. Здесь сосны, то есть это здание находится под прикрытием этих сосновых деревьев. Это очень хорошо, особенно для июля и августа месяца. Тут у нас шкаф. В шкафу у нас сейф. Здесь у нас санузел, умывальник, туалет. Второй санузел. Тут у нас представлена косметика. Смотрите, как она выглядит. И вот у нас душ. Вернее, это не второй санузел, а он так вот разделен. То есть туалет отдельно и душ вот отдельно. Вот таким вот образом выглядит это. И вторая комната в номере. Смотрите, здесь уже две раздельные кровати. Тоже есть телевизор. Есть шкаф. Тоже есть балкон. Балкон абсолютно одинаковый, как и в той комнате, поэтому показывать не буду. Выходить. Чайный набор. И мини-бар. Стандартный номер бунгало. Так, смотрите, друзья. Как выглядит номер категории стандарт. Бунгало. Гостиница Ваяс Саргун. Есть у нас кровать Френч Бет. Есть у нас вот такая вот сапа. Плазма. Также мы здесь имеем вот такую вот террасу. Балкон. Есть у нас два стула, где можно посидеть. Вид у нас на сад. Там, где расположены остальные номера. Тут у нас мини-бар. Смотрите, как он укомплектован. Здесь вот чайничек у нас стоит. И чайный набор. Смотрите. Вот тут он находится. Так, вот так вот выглядит санузел. В категории стандарт бунгало. Гостиница Ваяс Саргун. Вот у нас косметика. Умывальник. Вот такой вот душ у нас. Большой. Есть душ. И отдельно туалет с умывальником. Смотрите, друзья, как выглядит территория гостиницы. Ваяс Саргун. Она утопает просто вся в зелени. Смотрите, постоянно ведется полив территории. Естественно, здесь будут вот такие вот идеальные газоны. Очень-очень зеленые, мягенькие. Очень много сосновых деревьев. Есть пальмы. Вот такой вот бассейн. Шезлонги из металла. Чистенькие, хорошие, качественные. Деревянное покрытие, кстати, возле бассейна. То есть не будет нагреваться летом от солнца. Здание. На этом этаже у нас круглосуточный бар с этой стороны. А с этой стороны у нас круглосуточный алисандр-ресторан. Он не требует другого рецепта. В любое время наши гости могут там перекусить. И за вами кондитерская. Все производится в отеле. Так, друзья, показываю вам семейный номер. В главном здании гостиницы Ваяс Саргун. Смотрите, значит, вот у нас комната. Здесь у нас кровать French Bed. Есть тапочки. Вот наша плазма. Дальше показываю. Здесь у нас балкон. Балкон очень большой. Ну, я бы сказал большой. Так вот. Значит, естественно, есть стулья, столик. И вот наш вид из балкона. Смотрите, значит, у нас номер выходит с видом на море. Ну, естественно, здесь перед пляжем находится территория гостиницы, где основная инфраструктура гостиницы. Вот так она выглядит. Есть горки. И там дальше находится пляж гостиницы. Так, а это вторая комната в номере Пэмили в главном корпусе в гостинице Ваяс Саргун. Значит, здесь у нас две раздельные кровати. Есть телевизор, кресло. Тоже есть балкон. И тоже достаточно немаленького размера. Естественно, тоже два стуля. Так, санузел у нас отдельно туалет. Не могу вам показать, потому что нет цвета. Отдельно душевая кабина. И здесь отдельно два умывальника. И так само укомплектован косметикой. Так само, как и в других категориях номеров гостиницы Ваяс Саргун. Так, показываю вам номер категории стандарт в главном корпусе гостиницы Ваяс Саргун. Здесь у нас уже отдельный санузел, вот такой вот. Тут у нас умывальник, туалет. И вот такая вот душевая кабинка. Абсолютно чистая. Вот так вот выглядит номер категории стандарт. Смотрите, кровачь френчбэйт. Есть у нас тапочки. Тут у нас телевизор. Мини-бар. Смотрите, как он укомплектован. В принципе, как и во всех остальных номерах, которые я вам показал. И здесь у нас чайный набор. И небольшая вот такая вот сапа. Смотрите, друзья, покрытие возле бассейна. У нас деревянное. Это очень хорошо, потому что дерево не так нагревается на солнце. Значит, смотрите, глубина бассейна здесь 1 метр 49 сантиметров. Вот наши шезлонги. Они металлические, тяжелые. Так что никуда не улетят от ветра, если будет ветер. А вот у нас детский бассейн. Глубина 49 сантиметров. Вот у нас такой вот газончик. Здесь тоже стоят шезлонги, зонтики. Можно идти в бассейн, а можно идти на пляж. Вот тут у нас турецкие лепешки для гостей гостиницы Voyage Sargun. Ну и бар. Так, смотрите, друзья, показываем пляж гостиницы Voyage Sargun. Вот он. Так вот выглядит. Значит, конечно же есть шезлонги, зонтики. Есть деревянные дорожки для того, чтобы если туристы с детками, с коляской, они могли подъехать к шезлонгам, зонтикам. Показываю пляжное покрытие. Смотрите, друзья, значит, что у нас здесь. Ну тут вот присутствует песок. Конечно, и галька присутствует сверху. Ну вот это вот я бы назвал все-таки ближе к песку. В общем, песчаный пляж. Смотрите, оценивайте покрытие сами. Ну и в комментариях пишите. Дальше. Вход в море. Вход в море. Буквально так вот, метра три. Очень-очень мелкая галька. Ну и дальше, предполагаю, там скорее всего будет песочек. Вход, я так понимаю, пологий. Вот такая вот меленькая галька на входе. Буквально три метра и дальше уже идет, скорее всего, песок. А можно вас спросить? Вход пологий? Вход пологий есть камни. Камни есть, да? Это всего будет. Вот всего подережья. Там есть лиза. Будет здесь. Такой подережья. с камнями они чистят. То есть, с каждым годом мы стоим в четвертый раз каждый год чище и чище, но все равно есть. Ну, нужно поаккуратнее просто быть, да? Когда ты первый раз зашел аккуратно, ты потом знаешь, где они находятся. Угу. Я понял. Спасибо. А как гостиница вообще? Не первый раз уже? Ну, да, много репитеров в этой гостинице. В принципе. Как вот, допустим, по сравнению с прошлыми годами? Все-таки точно так же было. Ясно? Спасибо большое. Хорошего отдыха. Пока-пока. Друзья, смотрите, вот так вот выглядит пляж гостиницы Voyage Sargon. Я вам его показал, как он выглядит. Пляжные покрытия. И даже с вами поделились отдыхающие туристы в этой гостинице своим впечатлением по пляжу, по гостинице. Как вы видите, ну, четвертый раз турист посещает данную гостиницу не просто так. Потому что гостиница действительно высокого уровня. При этом для своего уровня в гостинице вполне нормальная стоимость. конечно же, пишите в комментариях ваше мнение по данной гостинице. Какие у вас впечатления после отдыха в данной гостинице. Напишите, как здесь с питанием. Что вам нравится, что не нравится. Как здесь сервис. Хотя, учитывая уровень гостиницы, то здесь сервис обслуживающего персонала будет, скорее всего, на своем уровне. И ни у кого никаких нареканий вызывать не должен. Итак, дальше. Пока я вам показываю территорию, где находятся номера категории бунгало, расскажу вам важные нюансы по отелю, которые вы, как правило, не найдете в описаниях на сайтах туроператора. Начнем с номеров. Значит, мини-бар пополняется каждый день бесплатно. Халаты бесплатно, но по запросу, то есть нужно запрашивать на ресепшене. Утюгов не предоставляют, сейф бесплатно. Во всех стандартных номерах, которые расположены в бунгало, только одна двуспальная большая кровать, то есть раздельных кроватей нет. Также во всех стандартах бунгало на полу плитка. Во всех других категориях ламинат. Концепция питания Ultra All-Inclusive 24 часа в сутки. Есть круглосуточный бар и один а-ля-карт, который работает круглосуточно. Всего а-ля-картов 7, два из них платные по 20 евро. Подробную информацию по а-ля-картам я размещу в описании к этому видео, поэтому обязательно посмотрите описание. Для детей есть мини-клуб, работает с 10 утра до полуночи. Принимает детей от 4 лет. До 4 лет можно нанять няню. 20 евро в час. Бесплатно. По запросу коляски, радионяни, градусник, подогреватель бутылочек, ночная лампа. В общем, подробную концепцию по детям тоже смотрите в описании к этому видео. По интернету. Работает Wi-Fi на всей территории и в том числе в номерах. Платные услуги это игровой центр, кальянная, медицинские услуги, брачная и другие стандартные услуги, которые, как правило, во всех отелях идут за доплату. Есть концепция 16+, то есть отдельный пирс и отдельный бассейн только для взрослых, куда не пускают детей до 16 лет. Также на территории есть лифты, это чтобы туристам с детками было легче перемещаться по территории. Ну и не забывайте, что и этот отель, как и все другие отели, всегда оставляет за собой право вносить любые изменения в концепцию без предупреждения туристам. Друзья, смотрите, надеюсь, я показал всю необходимую информацию по гостинице Voyage Sargon, как она выглядит. Номерной фонд нам показали несколько номеров. Номера все в отличном состоянии в гостинице. Очень красивая, потрясающе красивая зеленая территория. Друзья, это чисто мое мнение. Ну и не только мое, и еще мнение туриста, который четвертый раз отдыхает уже в этой гостинице. Значит, номера в отличном состоянии, все мне понравилось, особенно номера категории бунгало. Вот, есть горки, как вы видели, то есть хорошая анимационная команда, вечерние шоу, просто отличные. Значит, смотрите, кроме этого еще у нас есть вот такой вот луна-парк. Вот так вот выглядит этот луна-парк. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять аттракционов. Он абсолютно бесплатный, друзья. В общем, смотрите, я просто в восторге от данной гостиницы. Конечно же, прошу вас, всех зрителей, написать комментарии по данной гостинице. Если вы отдыхали, как вам отдых в данной гостинице, понравилось, не понравилось. Если еще не отдыхали, тоже пишите в комментариях, что вам понравилось, не понравилось в данном видео. Ну и, естественно, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть всегда в курсе полезной информации о том, как путешествовать, всегда только с положительными впечатлениями.